Приветствую вас. Давно вы уже задали свой вопрос, то есть практически 5 дней назад. Но поскольку не выбрали до сих пор лучшего ответа, то я подумал, что было бы неплохо дать вам ответ. Мало ли, может быть, он вам покажется интересным, может быть, что-то затронет в вашей душе и сердце. Тем более, что аудио ответа я на ваш вопрос не видел. Во-первых, мне бы хотелось сразу заметить такую вещь, такую историю, что вы как будто бы растеряны, как будто бы потеряны, не знаете, что делать в этой ситуации. Мужчина, он вроде бы как вам наобещал каких-то вещей, а теперь отказывается начать это выполнять. Естественно, вам это не может быть неприятно, потому что вы чувствуете себя брошенной, чувствуете себя покинутой и, в общем-то, понятно, что ничего хорошего из этого не выйдет, да? Вот. Значит, смотрите, какая получается ситуация. Вы спрашиваете у нас, да? Вы спрашиваете у нас, что вам делать? То есть, вот, как мне завести с ним разговор на эту тему, на тему вот того, как он тебя ведет. Я полагаю, что один раз, вот один раз, как минимум, да, можно спросить у него по поводу того, а вот, собственно, что мы будем делать, да, какие у тебя, вообще-то говоря, планы, когда тебя ждать, да, то есть вот так вот, ну, так вот, знаете, немножечко ненавязчиво так просить у человека, что он вообще думает по поводу вашего будущего. Я думаю, что в этом нет ничего плохого. И, соответственно, спросить у него об этом один раз всего лишь. То есть, больше спрашивать не нужно соответственно. вот, почему, опять же, потому что это будет уже навязыванием, да? Вот именно, именно с вашей стороны это будет навязыванием. Навязываться вы, я более чем уверен, да, не хотели бы. Вот. И, соответственно, уже после того, как ситуация как-то себя проявит, да, после того, как вы увидите реакцию человека, да, после того, как вы почувствуете, можно так сказать, почувствуете его реакцию, после того, как вы увидите, как человек себя повел с вами, да, как человек, ну, как человек чувствует себя с вами, как человек, ну, действует, может быть, да, вот. То есть, когда вы увидите это. Когда вы это увидите, я думаю, что в этом случае вам нужно будет отдалиться от него, да, вот. Значит, перестать отвечать на его сообщение, ну, вот, ну, может быть, сказать ему такую вещь, да, что мне неприятно, мне тяжело. Значит, общаться с тобой, потому что я, ну, испытываю к тебе чувства, вот, вам нужно именно это сделать. Вот. И, соответственно, после этого, вам нужно просто-напросто перестать с ним взаимодействовать. Вот. Совершенно. То есть, это вот необходимо сделать, да, в любом случае. И пусть мужчина поймет, что с вами, ну, нельзя, значит, так, как он себя ведет. С вами нельзя так поступать, как он поступает. Вот. Пусть он отчувствует, пусть он увидит, что вам это, ну, неприятно. Вот. Пусть он увидит, что вам это, ну, вообще, вообще говоря, тяжело, неудобно, дискомфортно и абсолютно, что главное, абсолютно для вас неприемлемо. Вот. Но момент, на мой взгляд, на мой взгляд, момент здесь немножечко другого плана важен в действительности. Момент здесь главный такого плана. Почему вы, значит, боитесь завести, заводить с ним этот разговор? Вот. Вот это, пожалуй, самый главный момент. Вот. То есть, вот вы пишите, да, что... Познакомились... Вы пишите, что... Так. Так. Пожалуйста, посоветуйте, как мне завести разговор о том, что происходит между нами. Вот вопрос у меня к вам. Почему вообще, почему вообще, да, такая проблема имеет место быть у вас? То есть, почему она возникла, эта проблема? Из-за чего она возникла, эта проблема? Опять-то, понимаете? Мужчина откровенно вас как бы обманывает, да, неизвестно, есть ли у него там женщина или нет, неизвестно. А, значит, там, есть ли у него кто-то на стороне или нет. Понимаете? А все это не важно. Мужчина вас обманывает. Мужчина заставляет вас, да, значит, ну, нервничать, переживать там и так далее. Вот. Мужчина, по сути дела, как бы, вас обесценивает. Вот. И я хотел бы только, значит, чтобы вы подумали, почему, почему сомневаетесь, да? В том, чтобы завести с ним в разговор. Чего боитесь? Вот. Это, пожалуй, вот самый главный вопрос взял. Это вопрос ваших личных границ, это вопрос того, насколько вы себя цените, насколько вы считаете правомерным, правомерным, да, то, что делает вот ваш мужчина. Насколько вы считаете адекватным его поведение и так далее. Понимаете? Вот у вас здесь происходит, по сути дела, такая проблема просто, что человек, с одной стороны, вы понимаете, что человек считает не верным, а с другой стороны, главное, что это что-то сдерживает. Это расщепление, да, этот конфликт, он и является здесь ключевым. Далее. Вы пишите, что познакомились с мужчиной на сайте знакомств, да, как я понял. Ну, момент здесь тоже такой, довольно важный, значит, почему вы, значит, познакомились с мужчиной именно на сайте знакомств. Да еще и с иностранцем, да, то есть не с, ну, не с русскоговорящим человеком. То есть как бы можно здесь предположить, что у вас возможно, возможно, да. есть некие, некие такие, как бы тут сказать, может быть, трудности во взаимодействии с мужчинами в реальной жизни. То есть есть какие-то, может быть, у вас разочарования относительно, ну, вот знакомств в реальной жизни. Может быть, вы от чего-то бежите, да, если у вас есть какие-то страхи. Может быть, ваша вот неуверенность в себе, да, она, может быть, эта неуверенность в себе и дает как раз знать сейчас о себе. Понимаете? То есть вот та неуверенность, которая у вас проявляется в том, что вы не можете с мужчиной довести разговор, да. Вот. Эта неуверенность проявляется, как бы, эта неуверенность, которая заставляет вас знакомиться вот именно, ну, вот, на подобных сайтах. Вот. И мне на самом деле, да, очень важно, чтобы вы постарались определить, постарались как-то вот увидеть, что же все-таки за этим стоит у вас лично, то есть какие-то такие обстоятельства, значит, с вами произошли, да. Какие-то такие обстоятельства случились, что вы вот так вот, ну, на таких сайтах, сайтах, да, значит, ознакомитесь. Как бы. Знаете? Ну, вот. На самом деле, это очень-очень важный момент, на мой взгляд, потому что от него исходится, собственно говоря, все или все. Почти все, что вы делаете. Да? Хорошо. Значит. Дальше. 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 Вы пишите следующее. Да? Так. Ну, секс. Значит. Представляющий, необыкновенный. Представанием он затронул тему нашего будущего. Вот так, во время первой встречи, в общей сложности вы проводите с ним всего лишь, ну, как бы, два дня, получается. Вот. Значит. Значит. Ну. По факту. Вот. Оптиклоны. В общей сложности вы проводите с мужчиной всего лишь два дня и он заводит с вами разговор, да? О. Соответственно. Соответственно. В будущем говорить, что серьезный мужчина. Ну, вот. И вы тут же соглашаетесь, соглашаетесь на то, чтобы, значит, быть с вами в настоящих отношениях, при том, что вы провели, ну, в общем-то, вместе еще раз повторяю, да, значит, ну, два дня всего лишь. Вот. Что, в общем-то, как бы, ну, не так, надо сказать, много для того, чтобы узнать человека, чтобы понять, какой человек рядом с вами. Вот. И подобная поспешность, на мой взгляд, ну, на мой взгляд, подобная поспешность также вызывает некоторые сомнения, да, они вызывают некоторые вопросы. Потому что, опять же, вы может быть, может быть, я не говорю, что это обязательно так, но, может быть, вы убегаете от, опять же, каких-то проблем. Вот. 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 Я не говорю, что это, вот, во всех отношениях так, но, может быть, такая история. Может быть, такая история, и, если это так, нужно выяснять, почему. Да, именно по той простой причине, что вы, ну, здесь вот явно избегаете, да, то есть, торопитесь. Понимаете, да, я надеюсь, о чем где-то речь. Вот. И, в общем-то, ведете себя здесь несколько странно. То есть, ну, здесь логично было бы, чтобы мужчина, там, ну, на какое-то время хотя бы отдалился, да, чтобы еще раз этот мам приехал, ничего не обещая, и так далее. Вот. И, может быть, все дело в том, именно, что вы себя повели так, что он подумал о том, что вы пытаетесь его, там, окольцевать, может быть, или вот что-то еще, вот с какого плана, понимаете, какая штука. Ну, естественно, ему это очень не понравилось, потому что немцы, они, кстати говоря, довольно неторопливые люди и все делают довольно неспеша. Вот. Если мужчина сказал, что он серьезный, то значит, что он, скорее всего, действительно серьезный. Вот. Но единственное, что же, что вам, вот, вам самой, да, ну, нужно все-таки до него донести, что вы недоволен или просто кто-то хотя бы хотите знать, какие у него там планы. Вот. Вот. В этом нет ничего плохого. Вот. Ну, и о твоих желаниях, собственно говоря, точно здесь нужно подумать, потому что, ну, как бы, я вас, в общем-то, хорошо понимаю, хорошо понимаю, что вам неприятно, да, и так далее. Вот. Вот. Это, ну, никому не может быть приятно, безусловно, такая вот ситуация, такое вот поведение. Вот. Но, тем не менее. Тем не менее. Тем не менее. Тем не менее. Вот. Как бы я по тебе скучаю, да, хотел бы тебя очень увидеть. Вот. Скажи, когда мне тебя ждать? Когда мне тебя ожидать? Вот. Вот. То есть, еще раз, вот в этом, ну, нет ничего плохого, предрассудительного, да, и так далее. Абсолютно нормально. Если вы не можете, если вы не можете задать ему этот вопрос, то это уже нужно анализировать именно вас и ваше отношение к этому. Ну, почему так, почему вы не можете, значит, ну, высказать, выразить свое мнение по данному вопросу, в чем, не уверен, конкретно. Проявлять, да. И вот тогда уже исходить из каких-то реальных фактов, исходить из каких-то реальных обстоятельств. Вот. То есть, чего боитесь, чего опасаетесь, как бы, что думаете, там. По этому поводу, да, и ответственно, и так далее. Вот. Ага. На этом, в принципе, я думаю, можно будет с вами закончиться. На этом ответ, я думаю, можно будет завершить. Вот. Надеюсь, что он был вам полезен. Если у вас вот какие-то дополнительные вопросы остались, пишите в личку, буду рад вам помочь. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.